Центр тестирования ГТО Это то место, куда стекается вся информация о проводимых в округе мероприятиях в рамках программы «Готов к труду и обороне». При этом в центре занимаются не только выездным тестированием в учебных заведениях, но и организацией масштабных уличных мероприятий. Например, зимний фестиваль в прошлом году собрал около тысячи человек. Каждый участник, который планирует выполнить нормативы ГТО, он должен быть зарегистрирован на сайте gto.ru. Это обязательное условие. Второе обязательное условие – это медицинский допуск. Соответственно, в этой заявке все у нас происходит в электронном виде, ездить никуда не надо. До начала зимы тестирование проводится на улице. Школьники сдают нормативы по бегу на короткую и длинную дистанции – метанию спортивного снаряда. Кроме того, в ноябре-декабре этого года уже запланировано порядка 15 мероприятий в залах. Стать участником ГТО могут все желающие старше 6 лет. Но есть нормативы, которые отличаются по возрастным ступеням. Их в системе – 11. Первое – это дети 6-8 лет, а 11-е – 70+. Для того, чтобы успешно сдавать нормативы, в первую очередь необходимо вести здоровый образ жизни, уверены представители центра тестирования ГТО. Если человек, участник, физкультурник собрался выполнить нормативы ГТО, ему желательно попробовать самому сначала посмотреть, соответственно, что от него требуется, и попробовать выполнить. Если он чувствует, что какие-то нормативы подвисают, то их надо тренировать. Участники, проходящие нормативы с наивысшими баллами, получают золотой знак с удостоверением. За ним следуют серебряные и бронзовые знаки. Во всех возрастных ступенях есть градации, то есть нормативы по выбору и обязательные. Норматив – выносливость, длинная дистанция. Скоростной норматив – это бег на короткую дистанцию. Гибкость – это наклонность положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье. И силовой норматив – это либо подтягивания, бывают подтягивания мужские, соответственно, на верхней перекладине, бывают на нижней перекладине женские, либо разгибания-разгибания руку по рележу, попросту отжимания в простонародье. И для мужчин еще гиря предусмотрена, руок гири. Сначок ГТО – это не просто заметное украшение. Он дает некоторые привилегии. Например, выпускник может получить дополнительные баллы на ЕГЭ. Для взрослых граждан в некоторых организациях предусмотрена прибавка к зарплате и даже дополнительные дни к отпуску. Приказ будет размещен на сайте gto.ru. Это общий приказ на всю страну, приказ Минспорта России. И после этого еще через квартал только центр тестирования получает в Минспорте уже Московской области знаки на всех. Ну и, соответственно, либо делаем торжественное награждение, либо раздаем по учреждениям, либо к нам приезжают, расписывают, забирают свои знаки. После реконструкции центрального стадиона центр тестирования ГТО начнет функционировать на все 100%. Уже в декабре пройдет зимний фестиваль, где участники ГТО будут сдавать нормативы по лыжам, а в марте – стрельбе и плаванию. Всю информацию по мероприятиям, списке значкистов, заметке о работе центра можно найти на официальной страничке ВКонтакте ГТО Одинцова. Мила Тарасевич, Денис Харламов, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.